Марина Юрьевна Передельская, тоже Роман По. Портреты пациента с круглоглогическим ренитом. Пожалуйста, я выхожу из эфира. Большое спасибо, очень приятно такое приглашение. И хочу с вами поговорить, мы перейдем немножко к другому, так сказать, органу. Хочу проговорить про аллергический ренит. Вообще, на самом деле, многие говорят, ну что такого заложенный нос? Подумаешь, высморкался, да и все прошло. Однако аллергический ренит не так прост, как на самом деле кажется. Помимо того, что это самое частое аллергическое заболевание в мире, в нашей стране по разным данным его распространение достигает до 24% населения. Практически четверть населения страдает аллергическим ренитом. И аллергический ренит – это фактор риска развития бронхиальной астмы. То есть пациент, у которого есть аллергический ренит, у него риск развития бронхиальной астмы в три раза выше, чем в целом в популяции. Плюс, если у пациента есть уже и бронхиальная астма, и аллергический ренит, то неконтролируемый аллергический ренит приводит к утяжелению течения астмы и усложняет процесс достижения контроля. И, соответственно, ухудшает качество жизни. То есть аллергический ренит на самом деле не так прост, как нам кажется. И проблема аллергического ренита заключается в том, что он может носить сезонный характер, когда мы видим, например, яркую картину весной, когда цветет береза, пылит береза. Мы видим картину, когда пациент ильет из носа. И есть вторая проблема – это круглогодичный аллергический ренит, с которым пациенту очень тяжело бороться. Это, в первую очередь, аллергический ренит, связанный с сенсибилизацией клещу домашней пыли. А с клещом мы находимся постоянно в контакте, дома, на работе, в торговых центрах, в транспорте. Там, где есть человек, есть клещ домашней пыли. И эти пациенты страдают от круглогодичной заложенности носа. То есть картина не такая яркая, как, например, при весеннем поленозе, когда это прям вот вспышка такая, и вот этого пациента сложно не заметить. А это пациенты с вялотекущим, с хроническим ренитом. Они как бы долго мучаются, у них постоянно заложен нос. И, казалось бы, у нас есть клинические рекомендации. Абсолютно четкие клинические рекомендации, замечательные клинические рекомендации, которые соответствуют и международным рекомендациям, и одобренными здравом. И это ступенчатая схема терапии. Но, как бы, на первом, на всех ступенях терапии мы применяем антигистаминовые препараты, которые эффективно борются, например, с зудом. И у нас там есть интерназальные глюкокортикостероиды, антилейкотериеновые препараты, аллергенспецифической иммунтерапии. Даже в крайне тяжелых случаях мы можем применять генноинженерно-биологические препараты, в частности, анти-ГЕ препараты. Однако, на самом деле, не все так просто с этой схемой. Вот антигистаминовые препараты. Гистамин участвует, например, в развитии насморка, участвует в развитии заложенности носа, в большей степени реализует зуд и чихань. Но, когда мы назначаем антигистаминовые в монотерапии, пациент не может сказать, что ему полностью все прошло. Очень часто у пациентов, да, у них уходит зуд, да, у них уходит чиханье, но, однако, сохраняется выраженная заложенность носа. Здесь, конечно, стоит вспомнить о том, что гистамин не единственный медиатор воспаления при аллергическом рините. Одним из важных медиаторов воспаления при аллергическом рините является ликотриены. И здесь в последнее время мы стали очень много говорить о применении антигистриеновых препаратов для лечения аллергического ринита. Исходно мы с этими препаратами работали, когда мы... Исходно мы давно этих препаратов знаем, антигистриеновые препараты. Мы с ними работали, когда говорили про бронхиальную астму. Теперь еще и понимаем, что можно работать с пациентами с аллергическим ринитом. И как раз препараты антигистриеновые действуют в первую очередь на назальную обструкцию. Они в меньшей степени убирают чихание и зуб, но в большей степени влияют на назальную обструкцию. Вот данным исследованием было показано, что у пациентов с хроническим аллергическим ринитом, как раз хронический аллергический ринит, чаще всего имеется в виду круглогодичный аллергический ринит, и у этих пациентов как раз и преобладает назальная обструкция. То есть они практически не могут нормально дышать, у них преимущественное дыхание открытым ртом, у них нарушение засыпания, бывают пробуждения ночью из-за того, что их нос не может обеспечить адекватную вентиляцию. Они просыпаются утром, им нужно высморкаться, у них течет из носа. И вообще они как бы достаточно сильно жалуются, что качество жизни их снижено, пациенты жалуются на то, что у них существенно понижается работоспособность, мотивированность к работе, и вот были проведены, есть большое количество данных о том, что пациенты с круглогодичным ринитом значительно чаще берут больничные, персистирующее воспаление в полости носа – это отличная почва для присоединения вторичной инфекции, то есть такие пациенты чаще страдают еще и респираторными инфекциями. И вот эти все проблемы, они как бы копятся, и очень часто такие пациенты, они ходят годами, не могут дойти до аллерголога, к примеру, они ходят, обращаются к лорам, обращаются к терапевтам, к врачам в общей практике или речатся самостоятельно походами в аптеку и используя декингистанты. Однако, как показали исследования, применение мантелокаста при хроническом аллергическом рините значительно помогает пациентам в купировании заложенности носа, из-за улучшения носового дыхания и уменьшения ронореи и зуда. Что хочу сказать? Есть, вот у нас есть замечательная схема ступенчатой терапии, однако с ней не все так просто. Начиная со второй ступени терапии, пациенту нужно использовать несколько препаратов в один момент. И здесь, в общем-то, когда это хроническое, вялотекущее заболевание, существует такая проблема, что пациенты низкокомплоентны. Чем дольше пациент болеет и чем сложнее его схема, тем проще он нарушает эту схему лечения. А пациентов с выраженной назальной обструкцией, это уже, в принципе, чаще всего это вторая ступень терапии. Здесь необходимо назначение двух препаратов, как правило. И тут, конечно, проблема комплайенса. При использовании назальных спреев, многие забывают про это, но это очень-очень важный нюанс, необходимо обучить пациента правильной технике инсуфляции. И вообще проконтролировать, правильно ли он закапывает нос. Потому что принципиальным моментом является правильная техника, и она как раз по многому обеспечивает оптимальную эффективность терапии. У многих пациентов, так как на второй ступени мы очень часто присоединяем интерназальные стероиды, пациенты при слове стероиды начинают бояться, и сами пациенты, и их родственники. Приходится работать с стероидофобией, приходится думать о том, какие пожелания есть у пациента, учитывать анатомические особенности носа каждого пациента. И необходимо сохранить пациентов терапии. То есть приверженность к лечению, вопрос комплайенса, он очень важный. И как пример хочу поделиться несколькими клиническими случаями для, так сказать, большего объема и большего рельефности понимания процессов, как вообще быть с разными типами пациентов. В моей практике был пациент с круглогодичным аллергическим ринитом и искривлением перегородки носа. Да, конечно, в нашей практике не так часто встречаются профессиональные спортсмены, в частности тренеры по боксу, но тем не менее. Перегородка носа искривлена у очень-очень большого процента населения. По данным младина, это вот человек, который, собственно, изучал искривление перегородки носа, до 90% населения имеют разные степени искривления перегородки носа. От легкой до крайне тяжелой выражены наличие гребня в полости носа, которые достаточно сильно нарушают возможность использования, например, интерназальных спреев, как в принципе, когда это сильное искривление перегородки носа, мы практически не можем, извините за сленг, засунуть спрей в полость носа. И вот у меня мой пациент, это тренер по боксу в детской секции. Помимо того, что он сам тренер, он тренер, он еще и до сих пор действующий спортсмен и периодически, извините за выражение, получает по своему несчастному искривленному носу. То есть травмы у него бывают достаточно часто. При этом он страдает аллергическим ринитом. Мы выявили у него сенсибилизацию к лечу домашней пыли. И хочу сказать, что тренажерные залы и залы для бокса – это не то место, где идеальная стерильность. Конечно же, к лечу домашней пыли там встречаются. Пациент постоянно испытывал симптомы, в том числе в зале. А для спортсменов, в частности, боксера принципиально дыхание носом. Почему? Потому что, например, когда ты вставляешь капу в рот, дыхание носом становится единственным способом дышать во время, например, соревнований или боя. И из-за того, что у него выражено искривление перегородки, мы не можем такому пациенту назначить интерназальный спрей. То есть они у него были просто неэффективны. И его основная жалоба была как раз в том, что у него очень выраженная обструкция. И что мы можем делать в этой ситуации? Вот, собственно, данные исследования о том, что у нас очень большое количество пациентов, практически 90% отмечается искривление перегородки носа. для Российской Федерации. Вот отмечено красным характерно вот такой тип искривления. Это четвертый тип искривления по младене. И вообще в России очень большое количество пациентов с искривленной перегородкой носа. Хочу показать одно недавно опубликованное российское исследование. Буквально вот в этом году было оно опубликовано. Это сочетание искривления перегородки носа с аллергическим ринитом. И в принципе у пациентов с грубой деформацией носовой перегородки чаще встречается именно персистирующий аллергический ринит. То есть они идут в связки и взаимоутяжеляют друг друга эти два состояния. И искривление перегородки носа и аллергический ринит. Внутри полости носа могут быть значительные какие-то изменения. Это могут быть гребни, это могут быть деформации. И когда мы пытаемся закапать спрей в полость носа, могут возникнуть сложности. В частности, вот тот самый распылительный шлейф, который возникает в полости носа, он может изменяться под действием формы носа, под действием за счет свойств самого раствора, за счет того, как пациент, собственно, этот кончик спрея вставил в нос. И это все в значительной степени влияет. Необходимо контролировать технику. И что же мы решили с нашим пациентом? Так как мы не можем назначить ему, вот вы видите на данном компьютерном снимке его носка, тут где выражена значительная отечность, слизистые, при этом достаточно чистые у нас синусы. И мы пациенту назначили препарат, комбинированный препарат Монтелукас с левоцитеризином. Цитеризином, торговое название Монтрал. Здесь, чем удобно, препарат, в одном препарате сразу два лекарственных вещества. Согласно нашим ступенчатым рекомендациям, на всех ступенях мы назначаем антигистаминовый препарат. Левоцитеризин, антигистамин, и Монтелукаст, который является антиликатриеновым препаратом. Мы назначили нашему пациенту с искривленной носовой перегородкой для уменьшения симптомов назальной обструкции. Мы как раз назначили данный препарат. И, в принципе, уже спустя две недели мы получили значимый результат уменьшения заложенности носа из исходных 8 баллов. По визуальной шкале из исходных 8 баллов мы пришли уже к 6 баллам. И через два месяца мы уже были на 4 баллах. В принципе, учитывая анамнез пациента, что нос у него в принципе деформирован, это неплохой результат. Сейчас пациенту инициирована дополнительная аллергеноспецифическая иммунотерапия клющевым домашней пыли. В принципе, мы надеемся на хороший эффект. Еще одна категория пациентов, с которыми нам приходится работать, конечно, это уже не такой круглогодичный характер, это пациенты, у которых в данной ситуации у меня пациент не с круглогодичным ринитом, однако такие проблемы могут встречаться у пациентов с любым типом аллергического ринита. Поэтому пациент у меня страдает полинозом весенним, и в сезон у него очень выраженная назальная обструкция. Антигистаминовый препарат мы ему назначили, зуб чихания у него ушли, а вот назальная обструкция, которая как раз его и привела к нам, она практически на антигистаминовых препаратах у него не купировалась. И была проблема в том, что при назначении интерназальных спреев он столкнулся с тем, что в ответ на инсуфляцию спрея он начинает чихать, у него начинается ощущение раздражения в полости носа, и он отказался категорически от применения любых интерназальных препаратов. Вообще, на самом деле, такая проблема встречается часто. Носовые кровотечения по разным оценкам встречаются до 5% населения. Многие пациенты отмечают чихание, сжение, сухость во рту, местное раздражение в полости носа. В принципе, если говорить про сопоставление с плацебо, более-менее одинаково как плацебо-спреев, так и спреев с лекарственными препаратами. Однако вот этот процент пациентов, которые испытывают на применение любых спреев, зуд, чихание, раздражение или даже назальное кровотечение, мы не можем им использовать спрей назальный. И, соответственно, мы должны придумать что-то, чтобы мы назначили для терапии его назальной обструкции. И опять же здесь с этим же пациентом мы назначаем ему препарат Монтрал. Это комбинация антигистаминового с Монтеллокастом. Помятуя о том, что у пациента есть легкая бронхиальная астма, мы прикрываем ему еще и бронхиальную гиперреактивность за счет того, что в принципе Монтеллокаст, все-таки мы помним о том, что это исходный препарат для терапии бронхиальной астмы. И такому пациенту мы тоже в качестве альтернативы выбрали сочетание антигистаминового препарата с антилейкодриеновым. И опять же удобство в том, что это все в одной таблетке, не нужно принимать несколько разных препаратов. Еще одна категория пациентов, которые очень часто сталкиваются с проблемой назальных спреев, это пациенты с астероидофобией. К сожалению, как пример, хочу привести тоже еще одну пациентку. Женщина 58 лет, сенсибилизация к ключу домашней пыли, круглогодичный ренит. Проблема осложняется еще тем, что она регулярно посещает бассейн, после которого, естественно, усиливаются симптомы ренита за счет иритантного воздействия веществ, которые содержатся в воде. Плюс она регулярно посещает кошку, на которую она также отмечает аллергию. И пациентка категорически отказывается от использования стероида. Есть такая категория пациентов, которые при слове ингаляционный глюкокортикостероид впадают в панику и не слышат никаких доводов разума. Вообще, это проблема не только России. Многие думают, что у нас в России такая распространенность астероидофобии. Есть два гуру в мире аллергологии, Маркус Мауэр и Сбербайер, они публиковали в далеком еще 2006 году данные, что в Германии частота встречаемости стероидофобии в среднем соответствует 65% пациентов, а у пациентов с аллергическим ренитом до 65%. И это Германия. То есть это такая достаточно развитая страна, где врача хорошо слушают. По данным корейского исследования, у них астероидофобия встречается в 35% случаев. И в принципе, корейское исследование говорит о том, что если с пациентом поговорить, поработать, то число астероидофобии снижается. Но в целом мы видим, что огромный процент пациентов страдает от астероидофобии. Я думаю, что в России эта цифра где-то тоже на таком же уровне. И многие пациенты прямо вот категорически отказываются от применения всяких стероидов. И как бы, ну и еще один такая ремарк. Частота встречаемости аллергических ренитов и вообще проблем с полостью носа у спортсменов, особенно у спортсменов, кто на... У пловцов, видимо, за счет воздействия на полость носа воды и растворов, различных растворов, содержащихся в воде, она значительно высокая. В принципе, многие пациенты, кто страдает хроническим аллергическим ренитом, отмечают усиление симптомов после посещения бассейнов. Это тоже такая большая проблема. Что же мы порекомендовали пациентке с астероидофобией? Мы порекомендовали, конечно, пореже посещать кошку, использовать специальные прищепки для полости носа. При посещении бассейна. И этой пациентке мы назначили тоже комбинацию препарата левоцитиризинца-монтелукаста. Что еще хочу сказать? Это же пациент категорически настаивает... Есть это тоже определенные... Я думаю, я уверена, что в вашей практике такие пациенты в море, которые говорят, что они не будут принимать больше одной таблетки, потому что они боятся большого количества препаратов, как же там его печень, как же там его организм, что если он будет принимать 1, 2, 3, 4, 5 препаратов, они начинают бояться, что это много препаратов, и в итоге они все равно принимают только одну таблетку. И здесь тоже мы выкручиваем, нам приходится выкручиваться, и слава богу, что у нас есть сейчас комбинированные препараты. Вообще в медицине сейчас идет многое, где в аллергологии в частности, мы идем по пути комбинированной терапии. То есть у нас есть инваляционная терапия двойная, инваляционная терапия тройная. И вот у нас есть таблетированный препарат, который тоже имеет, например, двойную комбинированную форму. То есть пациентка была удовлетворена тем, что это одна таблетка. А мы были удовлетворены тем, что в одной таблетке сразу два действующих вещества, которые нам помогли помочь данной пациентке, убрать ее заложенность носа, убрать ее какие-то ирритантные явления из полости носа, потому что она все-таки, не забываем, она посещает кошку, кошка у нее аллергия, при посещении кошки она значительно чихает. То есть у нее эти симптомы круглогодичные, и ей бывает достаточно тяжело. И да, вот это первая фиксированная комбинация, такая фиксированная комбинация сочетания антиликатриенового препарата с антигистаминовым препаратом. Антигистаминовый препарат в этой связке это левоцитерезин, это неседативный антигистаминовый препарат с хорошим профилем безопасности, который вызывает санливость менее чем в 1% случаев, поэтому это препарат, обладающий высоким тоже профилем и безопасности, и высокой эффективности. Препарат левоцитерезин, например, в этой комбинации, он действует практически, он чуть больше даже 24 часов действует, поэтому как бы пациент антигистаминовый эффект у него сохранится в течение суток. И еще хочу коротко упомянуть об одной категории пациентов, которым тоже... Это пациенты с низким комплайнсом. У меня есть барышня, 24 лет, страдает персистирующим аллергическим ринитом, и проблема этой барышни в том, что она исходно не может сосредоточиться на соблюдении схемы терапии, которую мы и назначили. Она употребляет различные... Она утверждает, что она не употребляет электронные сигареты, работает она в сфере маркетинга, рекламы, она постоянно... У нее какие-то перелеты, тусовки, вечеринки, и у нее постоянно разбивается режим дня, и когда мы с ней общались, она отмечает, что постоянно забывает принимать лекарственные препараты. Для нее сложно запомнить сложную схему терапии, потому что она там... Принять таблетку утром, принять таблетку вечером, закапать спре утром, закапать спре вечером. Для нее это все сложно. В итоге она просит терапию, которая бы была для нее очень простой, доступной, понятной. Плюс она много находится в среде, где курят электронные сигареты, вейпы, кальяны. А мы знаем, что вот эти все новые модные устройства, которые активно продвигаются маркетингом, маркетингом, рекламой, которые в обществе, назовем это так, молодежи активно используются, они негативно влияют на течение аллергического ринита, атопического драматита, бронхиальной астмы и утяжеляют их течение. И, собственно, возможно даже и провоцируют в какой-то степени. Опять же, проблема комплайенса. Проблема комплайенса в том, что мы все отлично знаем, насколько пациенты быстро теряют комплайенс. То есть, когда у него острое состояние, он мотивирован лечиться, но как только ему полегчало, он лечиться перестает. И наша задача этого пациента условно привязать к хронической терапии. Так как аллергический ринит – это хроническое заболевание, ему нужно подобрать такое лечение, которое он будет принимать хронически, которое будет удовлетворять его уровню комплайенса. Потому что все равно в какой-то момент что-то забудет, сложную схему он может забыть, может забыть какую-то правильную технику инсуфляции. У пациентов с низким комплайенсом еще бывают проблемы и с технически правильным воспроизведением инсуфляции, ингаляции. Это тоже бывает проблема. И чем более длительное заболевание, тем сложнее комплайенс этот, собственно, сохранить. И с данной пациенткой мы решили вопрос таким образом, что мы тоже назначили комбинированную терапию. То есть тоже одна таблетка в день. То есть одну таблетку в день можно запомнить. Можно себе в конце концов записать в телефон, который будет тебе ежедневно напоминать, что прими таблетку. Здесь мы точно знаем, что она не будет нарушать технику. Принять таблетку, ошибиться в правильной технике приема таблетки сложно. Тут все достаточно очевидно. Проглотил, запил водой. И что хорошо, у Мантрала есть несколько вариантов фасовок. И одна из фасовок – это 50 таблеток в пачке. То есть такие пациенты с низким комплайенсом, они еще и не любят ходить по аптекам часто. И в частности, вот эта моя пациентка, которая молодая, из сферы маркетинга, для нее ходить в аптеку, я что, бабка старая, по аптекам ходить. Мне такие вещи тоже пациенты говорят, потому что я не хочу ходить по аптекам, для меня это как бы too much. И 50 таблеток – это, в принципе, размер ее пачки. Ей необходимо будет посещать аптеку реже, чем раз в два месяца. И так как у пациентки улучшилось носовое дыхание, улучшилось ее состояние, она мне поверила. Она мне поверила, эта пациентка, и дальше пошла. И, может быть, в дальнейшем я сумею инициировать ее на осид, потому что, в принципе, я пошла, так сказать, за пациентом и помогла. Мы как бы с пациентом сошлись в общих мнениях о качестве терапии. Это и одна таблетка, и большая дозировка. И что хочу в заключении сказать. Комбинация мантеллокаста с левоцитеризином мы можем назначать пациентам, у которых проблемы с носом, то есть это тяжелые деформирования, искривления перегородки носа. Это пациенты, у которых проблемы с темношкой, техник инсуфляции в полость носа. И пациенты, для которых важна простая и понятная схема терапии. Когда пациенту нужна просто вот одна таблетка и никакой головной боли по поводу вот длительных, сложных схем лечения такого, казалось бы, простого заболевания, как аллергический ренит, казалось бы, просто заложенный нос. Благодарю за внимание, немножечко перебрала под времени. Скажите, пожалуйста, а плазма феррес что-нибудь дает? Что еще раз? Плазма феррес что-нибудь дает? А, плазма феррес в аллергологии мы используем крайне-крайне редко, в первую очередь ввиду того, что часто рикошет. Во-первых, часто рикошет мы видим, плюс мы все-таки видим, к сожалению, ну это такое пушка по воробьям. В нашей ситуации, да, мы как бы убираем часть иммуноглобулинов Е из циркуляции, но они же продолжают нарабатываться. То есть это иногда бывает обосновано при каких-то там стационарных... Опыта у вас нет? Нет, опыт есть. Мы в стационаре раньше бывало, что делали пациентам с тяжелой бронхиальной астмой, так сказать, от отчаяния, когда уже не знаешь, что ему давать. Но это было до эпохи генно-инженерно-биологических препаратов. А когда у нас появилась генно-инженерно-биологическая терапия, мы как бы от плазмофереза потихонечку-потихонечку все-таки отказались. Сейчас редко отказуем. Не знаю, зачем, но ладно. Хорошо. Как долго безопасно можно принимать мантеллукасты, назальные стероиды при круглогодичном ринете? Долго. Сколько нужно, столько принимаем. А как вы относитесь к дистанционной терапии? Все-таки хочется... Мне все-таки хочется первичный прием на пациента посмотреть, послушать, как он дышит, сделать ему самой ФВД. Дистанционная терапия. Иногда не бывает сложно рассмотреть, например, сыпь на теле при дистанционном осмотре. Для нас это очень важно. Ну, бывают ситуации, что... Ну, хорошо, ладно, я понял. Я просто подумал, может, вас пригласить к нам в медицинское бюро, но если вы негативно... Нет, я открыта на технологии. Можно попробовать. Ну, можно попробовать. Это работает, а не попробуйте. Почему бы нет? Это больные, которые мучаются, ходят. Вот та дама, про которую вы только что рассказывали, которая лень и в аптеку сходить, и что-то сделать, и так далее, ботом все это делается. Есть платформа, где вы включаете бота, и бот ей будет каждый день напоминать, что и как делать. Вот. Но это платформа, это дистанционные методы современные. Это не совсем телемедицина, в том понимании, в котором вы себе, наверное, это видите. Вот. Но это методы лечения всех больных в разных состояниях. У нас полно больных. В реанимации, которым мы помогаем, больных сумасшедших, которым мы тоже помогаем. Это самые разные ситуации. Ну, тогда это очень интересно, потому что наши больные, они же хронические. Да, именно так. А у нас как раз подписка идет, она длительная, от двух недель до года, на сегодняшний день. Вот. И цена этого всего очень небольшая, сопоставима с разовым приемом в обычной платной поликлинике. А человек, ну, как минимум, две недели общается с доктором и постоянно переписывается, пересылает свои какие-то результаты. Ну, в отношении высыпания, это, конечно, вообще смешно слушать. Конечно, все высыпания мы прекрасно видим, и четко можно дифференцировать, что и как. Пощупать не сможем, послушать не сможем. Это правда. А все остальное мы можем делать с помощью дистанционных технологий. Мы все равно консультируем дистанционно, но по возможности пытаемся пригласить пациента к себе. А мы пытаемся от этого отказаться. Вы не поверите. Мы считаем, что это лишний приход к врачу. В 99% это лишнее. Для больного, во всяком случае. Это ничего не дает. А вот врач в этой истории, когда дистанционная помощь, он просто начинает оперировать такими категориями, которые вам недоступны при почном общении. Ну, надо попробовать. Поверьте, поверьте. У нас тысяча больных, поэтому это не просто так разговор. Вы меня очень заинтересовали. Я готова... Ну, зайдите, вот просто зайдите ради интереса. Посмотрите. Медикейс или медицинское бюро Павла Воробьева и то и то в открытом доступе. Хорошо. Симптом чекера можно... Ну, мы просто не занимались никогда аллергологией, в принципе, но симптом чекера по аллергологии очень просто тоже сделать и можно диагностировать дистанционно с применением наших технологий. Хорошо. Я не знаю, просто в курсе вы или нет истории, но мы у нас по ковиду много тысяч пациентов. Почему я так легко сейчас обсуждал применение антикоагулянтов? Потому что много тысяч пациентов, которых мы провели, летальность у нас 0,3%, 20% больных у нас были тяжелыми на астероидах и на... в общем-то на кислороде. Дома, дома, никого не клали. Вот. Ну, хорошо. Значит, вот там Андрей Павлович скинул вам ссылки на медикис и медицинское бюро. Спасибо. Вот, посмотрите. И давайте. Потому что уже несколько человек так вот из тех, кто тоже выступал здесь, мы привлекли, у нас довольно много специалистов работает. Кстати, мы онкологию ведем, мы оперируем дистанционно. То есть больной до операции полностью ведется дистанционно, потом он приходит только на операционный стол ложиться, и потом после операции идет в себе тоже на дистанционное сопровождение. Вот. Ладно. Ну, хорошо. Я смотрю, вопросов немного, потому что у нас... Что-то я не помню, чтобы мы обсуждали эту проблему хоть раз на наших заседаниях, поэтому спасибо большое. Я думаю, что мы будем возвращаться к этой теме. Тема, на самом деле, очень обширная, и она тянет за собой коморбидность и все-все-все. Это безусловно. Единственное, что со сломанным носом я бы сломал себе нос, ну, и живи с ним. Извините, это я так уж. Но тут у меня, понимаете, такой специфический пациент, он у нас тренер, и вот с носом ему не везет регулярно, он его ломает регулярно. Ну да, это было видно. Хорошо. Так, дальше мы переходим к нашей... Спасибо.